Независимость – основа единства и стабильности. В Шемкенте прошла сессия Ассамблеи народа Казахстана. Построить мир в стране, в которой проживают представители разных национальностей – выполнимая задача. И Казахстан это доказал. На встрече звучали истории горожан, которые добились больших успехов, несмотря на этническую принадлежность. Собравшиеся подвели итоги работы и наметили планы на будущее. Подробности в материале. Межэтническое единство, мир и согласие стали ключевой темой сессии. Глава города Мурат Айтенов, открывая заседание, рассказал, как в мегаполисе будут исполнять поручения, озвученные на 29-й сессии Ассамблеи народа Казахстана. Одно из них – улучшение качества жизни населения. А в 1994 году бюджет нашего города составлял 1 миллиард тенге. В настоящее время это 481 миллиард. Увеличилось количество инвестиций. В 1994 году было всего 885 километров дорог. Многие из них не были заасфальтированы. А сейчас в стадии строительства более 3,5 тысяч километров. Сегодня Ассамблея народа Казахстана – орган, объединивший все этносы страны. Только в Шимкенте в мире и согласии проживают представители больше ста национальностей. Связав свое будущее с этой страной, нам необходимо знать казахский язык. Думаю, выучить язык легко. Главное – захотеть. Тимур Пак – четвертое поколение корейцев, которых в свое время переселили в Казахстан. Парень свободно владеет казахским языком, любит читать Абая в оригинале. Я родился в Шардаре, жил в Жит-Исае, вырос в Шимкенте. Свободно владею казахским языком и был воспитан по казахским традициям. Под эгидой ассамблеи в мегаполисе функционируют 17 этнокультурных объединений. Там же открыты советы старейшин, объединения матерей и деловых женщин, молодежные центры и воскресные школы. Участники встречи уверены, казахстанской формуле согласия нет аналога в странах СНГ. Катерина Попкова, Шимкент, Хабар, 24.